здравствуйте друзья здравствуйте любители качественного звука не успели у меня забрать еще маранцы как у меня появилась интересная дома системка состоящая из денон пм а 1500 r2 и акустики клипш rp8000 р вот такой вот комплект интересный сегодня рассмотрим вопрос о модернизации усилителя почему решили пойти таким путем они одновременно все модернизировать потому что послушали акустику клипш в моей системе и владелец этих аппаратов пришел к выводу что говорит если бы они у него звучали также он бы их и не вздумал модернизировать о чем это говорит что потенциал у самих акустических систем просто шикарный по умолчанию я уже посмотрел его фильтры и проводники из которых сделана акустическая система клипш и пришел к выводу что очень достаточно минимально производитель подошел к этому вопросу проводники хорошего сечения практически 20 уже там есть по сечению самих металлов медные проводники достаточно хорошего сечения и фильтр не совсем нижнего диапазона то есть не за копейки грубо говоря чуть чуть дороже производитель не стал экономить на мелочах а все таки сделал сделал упор на качество акустической системы по умолчанию то есть клипши как ни странно чуть ли не единственная акустика которая ко мне попала которые я по умолчанию вот сразу сходу не рекомендую делать апгрейд на аппаратах слабого уровня честно говоря как не мечтал я про этот аппарат годика так 45 назад денон pma 1500 r2 это был для меня когда-то смысл стремлений по усилителю скажем так но скажу вам честно что этот усилитель по умолчанию недостаточен своим качеством скажем так даже для акустики 8000 рф клипш поэтому пошли каким путем первым делом делаем апгрейд усилителю сделав апгрейд усилителю примем решение нужен ли апгрейд акустической системе сегодня вкратце уже расскажу что это за усилить это усилитель чисто японского рынка поэтому был к нему владельцам изготовлен заказан вот такой вот трансформатор 220 100 вольт откладываем его сторону потому что очень тяжелый и сегодня ознакомлю вас с внутренностями данного аппарата вкратце пробежимся что мы спланировали для него сделать какой апгрейд вот представляю вашему вниманию вот такое вот чудо японской техники пробежимся вкратце что мы уже спланировали ему сделать чтобы вы понимали после того как будет сделан апгрейд будет следующее видео которое будет рассказано все что сделано значит кабель который по умолчанию уровня аля компьютер будет заменен на кабель не скажу что какой-то там совсем шикарный но нормальный для аудио аппаратуры проводники которые идут с корпуса платы питания на кнопку будут вообще убраны почему потому что владелец не пользуется кнопкой питания она у него все время включена стоит потому что перед трансформатором используется реле управления сигналом включения усилителя с цапа то есть интересная там схемотехника используется и поэтому в кнопке включения усилителя вообще нет надобности поэтому нет надобности в пробеге двойном проводников на кнопку из кнопки они будут убраны кабель питания будет заходить в отверстие в корпусе вот так же как сейчас приблизительно сделано только отверстие немножечко расширена потому что диаметр проводников будет два с половиной квадрата они полтора квадрата как сейчас будет заходить кабель экранированный нормальный ну получше этого скажем так по питанию значит трансформаторы здесь видите какие да по площади усилителя сколько занимают место трансформаторы шикарные единственный их минус это у них первичная обмотка на 100 вольт рассчитана ну остаются и остается трансформатор и запитывающий деваться некуда родные проводники проанализированы мною приходящие на трансформаторы и уходящие с трансформаторов на основную плату они остаются они достаточного сечения вот на этом производителя абсолютно не поэкономил то есть мы идем просто путем модернизации далее что будет сделать по питанию разобрали далее будет сделано проводники на выходные клеммы акустических систем будут заменены на проводники выше качеством эти минимально необходимые проводники до производителям предусмотрены минимально необходимые скажем так минимально достаточные но если уже стремиться получению максимального результата от этого усилителя для раскачки высококлассных акустических систем считаю необходимым заменить эти проводники на нормальные далее что будет сделано в этом усилителе выходные гнезда посредственного качества посредственного качества двумя платами очень удачно расположены поэтому одна плата будет она полностью на разъемах отключена полностью здесь убрана и задействована одна пара гнезд свободных то есть ничего распиливаться не будет будут установлены нормальные высококачественные терминалы вот и от них сигнал прямиком планируем подать на усилитель мощности высококлассным кабелем отключив таким образом все органы управления особенно регулятор со временем здесь пришел в износ и контактная группа у него барахлит здесь очень интересные переключатели механические и ползунки движутся и перетягивают контактные группы у переключателей они со временем забились грязью износились и не дают достаточного как поэтому вообще вся эта плата предварительного усиления плата регулировки тембров громкости переключения канала все отключится такими простейшими способами сигнал податься напрямик на усилитель мощности и надеемся таким образом выжать максимум из такого шикарного аппарата как динам пм а 1500 r2 еще будем что делать в платье усилителя так как ему уже времени достаточно много производитель применил неплохие даже хорошие скажу электролиты очень хорошие электролиты но со временем возникло подозрение что они могли утерять свои свойства так как их температура это 85 градусов а здесь когда корпус нагревается присутствует очень достаточно высокая температура срок жизни электролитов очень зависит от температуры в которой они эксплуатируются я сегодня сделал сравнительное прослушивание со своим окай усилителем и за это за эти буквально полчаса корпус нагрелся я открыл крышку здесь емкости нагреты были ну порядка 60 70 градусов то есть есть подозрение что они могли утерять свою емкость подсохнуть поэтому сделаем еще и анализ электролитов и все что необходимо потеряли свои качества будут заменены на такого же уровня высокого электролиты сравнительное прослушивание аппарата по умолчанию на рца входы был подан сигнал с моего опять таки цапа который с моим окаем и с клипшами показал замечательный результат показал что в усилителе по умолчанию pma 1500 r2 особенно в режиме директ ну просто не хватает ни воздуха ни чистоты ни качества звука приходится слушать в режиме отключения директ и задействовать регуляторы тембров высокими частотами выводим высокие частоты в норму да что-то появляется какая-то картина воздушность но нет такой частоты звучания которую бы хотелось иметь все это нам даст надеюсь апгрейд этого усилителя системы питания системы подвода сигналов и исключение всех лишних и ненужных цепей всем спасибо за внимание всем мира и добра и удачи спасибо дорогие друзья за внимание ставьте лайки моему видео до свидания следует а отдох вдох